собралась выбросить свои старые ботинки пума я их покупала когда ребенку был год на вальберс 3500 они стоили так кожа ведь внутри кожи тут снаружи замша в общем короче им три года уже ну они такие затертые что замша замшу никогда не стоит покупать для россии чтобы ходить у нас грязище пылище это все бесполезно я их стирала я уже их просто стирала знаете с ванишем терла будут уже он и кожа внутри начала отрезка цивотина внутри там уже все это тоже не снимается не снимается вроде стилька нет она приклеена короче это как-то не отстирывается все и у меня было так так был такой фейл когда я купил эти кеды ботинки у меня же после родов увеличилась стопа ну то есть топора начала расплываться и я по своей привычке купила 37 или 37 с половиной не знаю какой-то размер это это 37 с половиной да и они мне жали то есть ну не сразу стали жать а вот со временем да и короче я так думаю блин ну вообще жмут у меня сводит пальцы ну короче кое-как я их носила когда вот были особенно когда была пасмурная погода вот хотя замшу нельзя носить но короче все добила их решила выбросить я вообще последнее время с легкостью выбрасываю все старые вещи ну ну нельзя так жить нельзя вот это вот к складировать все это говно во первых нужно покупать избирательное а во вторых все старе надо выбрасывать но пума очень делают качественные вещи я хочу сказать мы немножко поработали с ребенком сейчас и пришли в империал смотрите какая у меня кофточка зебра я купила в питере когда ездила у меня до этого была такая красно-пятнистая водолазка я ее обожала и покупала в питере за 250 рублей а в этот раз в этом же магазине нью-йоркер зебра 500 рублей вот так вот подорожали сцены обувь обувь здесь и дозай всякие босоножки тут я недавно мерила босоножки поняла что у меня от плоскостопия после родов вообще нога расплылась пипец как 3000 две пятьсот какие-то еще ничего низенькие какие-нибудь типа как собор две пятьсот желтенькие какие интересные туфельки тоже 2 500 разные расцветки такие стильные модные какие классные да смотри 33 300 не натуральная все интересная модель а вон такие тоже прикольные такой подошли немножко тяжеловато мне кажется мне бы были я люблю совсем легкая вообще облинилась пике 60 смотрите какой отдел всякие такие интересные сладости из меня приглянулась виспа я в детстве очень любила виспу ну тогда она настоящая была из настоящего шоколада часто конечно непонятно какой там будет шоколад но я помню вкус очень классный много тут все смотрите какие-то непонятные с иероглифами штучки лимонады всякие шоколады за границей вот такой я пробовала мужа какой-то клиент ему дал мне не понравилось почему не понравилось чувствуется что сахара мало немецкий шоколад чувствуется что более-менее натуральный привыкла уже к примесям к разным а он такой чувствуется ну качественный хотела давно уже попробуйте такую пасту но каждый раз себя уговаривал думаю ё-моё 400 рублей 200 грамм за сахар никакой пользы для здоровья и фигуры тут еще в пик 60 есть отдел белорусской косметики но я тут не не была ни разу честно говоря не особо хочу заходить сейчас у меня доверия к белорусскому нет меня есть на был положительный опыт когда я ездила в 2000 господи десятом году в минск от п.п. института нашего на конкурс ораторского мастерства мы были там три дня и мы там девчонка с которым мы ездили мы зашли в этот отдел их белорусской косметики купили ну и тогда качество было хорошее но сейчас я уже не стала покупать мы сегодня не пошли в детскую комнату потому что сегодня там проходят всякие выпускные я не знаю кого там выпускные детских садов или что и четвероклассников я вообще приучаю детей детства выпускные вот к найти к этим застольям что надо все праздновать я против этого всего хочешь посидим я считаю что не надо детей приучать с детства все отмечать и праздновать каждую фигню господи боже мой один раз выпускной отмечать надо 11 классов школу когда заканчиваешь зачем детские сады 4 к 7 9 11 так вот эти выпускники сейчас таскаются по этим торговым центром поддатые конечно же будут все понимаете сегодня самая страшная ночь мне кажется для всех родителей и для полиции мы опять пришли в розмарин взяла себе кофе обделю такой десерт с с кубникой бисквит сливки и сырник 215 рублей за что зайчик я слышу я все слышу что ты хочешь все 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 не надо по сто раз мне повторять стоим пускаем пузыри около бабушки и вот сейчас как всегда когда здесь сижу вспоминаю что здесь всегда тоже сидел отец пьяный не пьяный вы знаете вот у меня нет такого как у многих да когда воспоминают об умерших родственников у меня нет такой печали как у многих это связано с моим мировоззрением который у меня все сложилось на то результат моего личностного роста работа над собой многие люди ведь живут как они в принципе не осознают смертность свою нет они конечно же скажут что я все понимаю я все знаю я знаю что но что у меня не будет да но все равно до конца всей сути они не осознают пищариться не нужно об умерших родственников не нужно потому что мы сами в принципе все мертвы уже все очень относительно многие люди живут так как будто они вообще бессмертные как будто они будут жить вечно то есть они переживают в каких-то вещах принципе которых переживать не нужно они тревожатся они пытаются контролировать свою жизнь жизнь других людей это не имеет никакого смысла от вас ничего не зависит и сути жизни вам не изменить если что-то и складывается определенным образом значит так и должно складываться это нужно принимать радоваться каждому событию прекратить переносить на себя чужие эмоции какие-то события внешне на себя как-то проецировать ваше внутреннее состояние не зависит ни от чего там мире ничего только вы сами определяете что вы будете чувствовать вы делаете этот выбор я сейчас живу совершенно с каким-то новым осознанием смысла всего происходящего с одной стороны я понимаю что все происходящее не имеет никакого смысла а с другой стороны я прекрасно понимаю что этот имеет только для меня смысл то есть я ищу собственный смысл общего смысла нет нет ничего правильного нет ничего неправильного нет доброго нет злого ничего этого нет вот многие люди живут по каким-то принципам да особенно я это вижу в своих подписчиков которые мне пишут комментарии я вижу в них вот этот вот состояние когда они постоянно оценивают это хорошо это плохо это правильно это неправильно нет ничего правильного неправильного нет ничего хорошего и плохого если вы живете в этом состоянии вам очень тяжело жить вы живете также как раньше я жила это тревога за будущее это какие-то страхи это зависимость от других людей от их эмоций сейчас у меня такое ровное состояние никогда не было мне так спокойно никогда я не была в себе настолько уверенно я очень подняла свою самооценку за этот год благодаря youtube каналу благодаря тому что я теперь не боюсь говорить я абсолютно уверена в себе мне у кого-то не прозвучало грубо я не люблю слова плевать но мне плевать на чужое мнение привет кать то есть мне с одной стороны плевать на чужое мнение а с другой стороны я принимал факт того что у всех людей есть свое мнение это отличает человека с высокой самооценкой с хорошей самооценкой у кого низкая самооценка ему вообще не принять факт того что у другого человека может быть другое мнение когда он слышит чужое мнение отличающиеся от его мнения он начинает ощущать тревогу беспокойство потому что он начинает сразу оценивать так а это чего это может быть все таки мое мнение неправильно нет это мнение другого неправильно и иначе если он не сделает такое заключение да ему станет дискомфортно то что каждый хочет считать что он живет правильно а правильного ничего нет главное это удовольствие получать удовольствие от всего некоторым людям особенно старой закалкинут например как моя бабушка им не нравится слово удовольствие удовольствие это что-то плохое но сразу какие-то ассоциации с сексом возникают я не знаю еще чем-то ну все что есть в жизни все что приносит удовольствие это есть хорошо а если вы начинаете сразу задумываться о том что некоторым людям приносит удовольствие кого-то убивать значит это уже у вас в психике вашей есть определенные отклонения потому что у меня например удовольствие стырусь только с позитивными хорошими вещами